В Америке за ипотеку платят все только или за свою, или за чужую. Мы ищем ипотеки, выгодные для людей. Больше бенефитов покупать недвижимость, чем арендовать. То есть есть программы, где ноль первого взрослого. Многим людям оно таки да, выгодно, просто многие люди не понимают. Всем привет! Меня зовут Лена Плотникова, а вы на моем YouTube-канале, где я показываю бизнес и профессии русскоговорящих ребят в Америке. И сегодня я приехала к брокеру по ипотеке Александру Шехтману, чтобы показать, как стать таким брокером, и, конечно, объяснить, на какие виды ипотеки могут претендовать туристы, иммигранты и резиденты. Так что, если вы собираетесь покупать жилье в Америке, то это видео вам точно понравится. Александр, добрый день! Объясню сразу, у нас интервью будет состоять из двух частей. Первая важная часть о том, как работать с ипотеками здесь. Я уже снимала выпуск Ариэл Эстейте, и мне кажется, в этом ключе мы во всем разобрались. Но со стороны ипотек еще не смотрела. И вторая часть, это, собственно, как людям, всем, и туристам, и иммигрантам, и резидентам получить ипотеки, в чем отличие лонов, может быть, вообще невозможно, например, туристам получить, и в чем преимущество ипотеки перед арендой квартир. Хочу, чтобы после этого интервью понимание у моих зрителей, собственно, было об этом. Поэтому и для зрителей тоже объясняю, что у нас будет видео из двух частей состоять именно по этим темам. Но начнем по порядку. Ты работаешь в этом 20 лет. Расскажи вообще изначально, как ты начал заниматься недвижимостью, и почему именно ипотечные кредитирования? Или, может быть, в начале было что-то совсем другое? Ну, привет. Да, значит, я занимаюсь уже этим почти 20 лет. Началось все случайно. То есть мы были, приехали в Америку, и с родителями, и просто мой друг устроил меня на работу. Он работал в компании, которая занимается ипотеками. Ничего в этом не понимали. И проработали некоторое время, и поняли, что через какое-то время, что процесс ипотек можно сделать немножко по-другому, сравнению с тем, как мы работали в какой-то компании. То есть процесс был не очень удобный, честный. И, скажем, мы видели, что это можно улучшить, этот процесс для людей. И решили, у меня еще два партнера есть, где мы решили открыть компанию вместе. И вот с тех пор мы до сих пор работаем вместе. То есть это уже наше большое достижение, что мы три партнера до сих пор 20 лет общаемся. Ну, мне кажется, вообще для Лос-Анджелеса это чудо. Я всегда говорю, наверное, одно из самых больших достижений в бизнесе наших, это то, что мы до сих пор работаем и дружим. Тогда давай по-другому посмотрим на эту стезю. Если, например, сейчас ребята, которые занимаются ипотеками или смотрят в эту сторону и хотят пойти в этом, и посмотрят на Штаты. Как, с чего начать? Вот я ничего не с мыслью недвижимости, но понимаю, что, наверное, это прибыльная профессия, наверное, мне нравятся дома. С чего начинать? Куда пойти учиться? Как получить лицензию? Как устроиться на работу? Давай начнем с этого. Да, индустрия очень интересная. Она очень прибыльная. Если ты профессионал своего дела, скажем так. То есть в любой, наверное, в любой индустрии это работает. Ты можешь зарабатывать деньги, если ты профессионал. Но в моргиджной индустрии, так же, как и в real estate, и мы все, в общем, повязаны друг с другом. Но у нас есть отличия. То есть есть real estate агент, который продает недвижимость. Мы занимаемся только ипотечным кредитованием. У нас немножко другие лицензии и немножко другие правила, чтобы нужно получить эту лицензию. Есть люди, которые работают, занимаются и real estate, и ипотеками вместе в одном лице. А есть кто-то, кто разделяет. Это не хочет связываться с этим делом. Но, во-первых, нужно быть резидентом Калифорнии, чтобы получить лайсенс ипотеки. То есть ты не можешь быть в гостях или, ну, скажем, иметь легальный статус. Пожидание документов. Да, надо иметь легальный статус в Америке. Ну, и жить в Калифорнии или в том штате, где ты собираешься получить лицензию. Потому что каждый штат имеет свою отдельную лицензию. Если ты хочешь работать, скажем, в разных штатах, то нужно лицензию, чтобы получить в каждом отдельно. Процесс начинается... То есть есть два вида лицензии. Первый для недвижимости, он называется NMLS license, где ты, чтобы его получить, тебе нужно просто прослушать 20 часов класс. Сейчас онлайн. И после этого ты уже готов идти, сдавать именно state test, где ты... Зачем это легко. Да, он на самом деле не такой сложный. Просто его нужно как бы поучить, потому что там, как в любом тесте, из реальной жизни там мало, но нужно заучить, в каком году что-то было, какой-то закон сделан и так далее. Поэтому этот NMLS license его придумали после кризиса восьмого года, где раньше не нужен был этот лицензий иметь. Потом ее придумали, что нужно, чтобы, скажем так, тяжелее сделать, попадать в эту индустрию, потому что очень много людей было в ней и так далее. Тут нужно иметь skills какие-то, чтобы начать. Это надо быть человеком коммуникабельным, надо уметь продавать, потому что это все-таки основная commission base работа, так же, как я real estate agent. Есть свои как бы подводные камни и свои сложности, но если мы вернемся, скажем, к получению лицензии, то есть ты прослушаешь два часов, сдаешь, оплавишься на тест, если ты сдаешь тест, ты можешь уже работать в компании под NMLS license, уже будет license loan officer. Вот так называется. Если переводить на real estate, это как будто агент, да? Это самая первая ступень. Да, это, как скажем, ипотечный агент. Да. Это он, в принципе, и все. У тебя выше, ты можешь стать, то есть, если сказать, NMLS, он у всех одинаковый. Нету выше какой-то степени NMLS, он один. То есть у меня NMLS license просто агента, скажем так, ипотечного, но также я еще real estate broker, то есть я имею лицензию real estate, но после некоторого времени, как я побыл в real estate, я могу сдавать на брокерский license, таким образом под одной люди могут работать. То есть сейчас получается, как в real estate, я объясню, может кто-то не смотрел видео о real estate, как там работает система. Ты сначала обязательно становишься агентом, ты не можешь перепрыгнуть эту ступень, работаешь на брокера, под брокером, потому что брокер тебя страхует, подписывает документы, если что-то идет не так, это все риски на брокере. Потом, если у тебя есть уже опыт, есть компания, которая может подтвердить, что это у них работало брокерская, ты сдаешь лицензию и становишься брокером сам, но часто люди это не делают, потому что большая ответственность, нагрузка на тебе. В ипотечной среде тоже самое работает. То же самое, просто есть компании, скажем, если человек пойдет работать, скажем, в банков Америка, как на ипотечного агента, им только нужен NMLS лиценз, больше ничего не нужно. Им не нужен лиценз real estate. А в некоторых компаниях, как у нас, нам нужно 2 лицензии, иметь и real estate лиценз, и NMLS лиценз, чтобы быть, скажем, таким, закрыть все лицензии и быть, скажем, полноправным уже таким, скажем, ипотечным агентом. Тогда можешь объяснить, в чем специфика твоя работы, что ты конкретно делаешь, если выходишь в поле? Потому что, ну, какие-то лицензии, да, что-то делать, что-то сложно, я пошел. Да, ну, это, опять же, как я повторюсь, это очень похоже на real estate. То есть ты сдал на лицензию, дальше что? То есть как жить, как клиентов приводить и так далее. Это значит, люди начинают обычно со своего круга общения, друзья, родственники. То есть, чтобы, во-первых, в первую очередь нужно сказать людям, чем ты занимаешься. Многие люди не знают, что у тебя есть лицензия какая-то, и ты там вдруг каким-то стал. Но до того, как начать что-то продавать, первое, что я, как бы, мы обычно, у нас, например, люди работают, которые сдали на лицензию, они пришли на работу, это обучение. То есть нужно понимать, что ты делаешь. Потому что наша индустрия меняется очень быстро, постоянно. Ты не можешь взять какую-то каникулу на 3 месяца, и просто за 3 месяца что-то поменяется. Я хочу вернуться и понять еще раз, объяснить людей, которые не в курсе, как это и работает здесь. Что конкретно делает ипотечный агент, который еще имеет real estate лицензию? Он делает ипотеки. То есть он ищет людей, которые ищут дома, предлагает им, договариваться с банками, или ищет еще и под это дома сами. Нет, 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 мы ищем только недвижимость, то есть мы ищем ипотеки, выгодные для людей. То есть ты хочешь купить недвижимость, ты пришла ко мне. Да. И говорю, мне вот Банков Америка одобрил... Нет, тебе ничего еще не одобрили, то есть, в первую очередь, до того, как ты начнешь вообще поиски недвижимости, ты еще у агента, у тебя нет, никого нет, ты должна прийти к таким людям, как мы, к ипотечному брокеру, и мы должны с тобой посчитать вообще, что ты можешь, на что ты можешь рассчитывать, что ты хочешь купить. Ты говоришь, обычно люди приходят, говорят, у меня такая-то ситуация, я вот, кто-то говорит, я ничего не знаю, расскажите, на что я могу вообще рассчитывать. Кто-то приходит уже с конкретной идеей, говорит, окей, я решил, я хочу купить дом, там, за миллион долларов, у меня есть только это денег, что, как дальше? И наша задача, мы работаем больше 60 разных банков, где мы находим тебе выгодные условия, чем ты найдешь, пойти в тот же Банков Америка. То есть, если ты точно начнешь в каждый банк ходить, ты где-то на десятом уже пошлешь это все, потому что это достаточно тяжело, могут быть отказы. Ну, могут быть отказы, 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 почему ты в десятый банк идешь, да? И плюс, ты можешь не разобраться в тех условиях, в подводных каких-то камнях, и поэтому, собственно, нужен ипотечный агент. Да, то есть мы, есть две стороны, есть ритейл, это вот Chase, Восфарго и так далее, и мы wholesale сайт, то есть у нас wholesale pricing, то есть имеется в виду, так как мы опробованы со множественными разных банков, если ты придешь в Восфарго, или там в любой большой банк, у них есть 2-3 программы, тебе человек откажет, или ты попадешь под их программу, или не попадешь, плюс люди, которые там работают, они работают на зарплате, и ему абсолютно нет никакой выгоды, получишь ты ипотеку или нет, он все равно по часовой зарабатывает. Мы свою комиссию зарабатываем только после того, как транзакция закрылась, поэтому, так же, как и агенты, поэтому мы делаем все возможное, чтобы тебе, вот да, получилось это, и ты реально взяла выгодные условия, потому что у нас мы можем иметь доступ быстрый ко множеству банков, где на них надо ходить, и плюс мы можем дешевле сделать, чем большой любой банк. Потому что вы работаете еще и с небольшими, с мелкими частыми какими-то банками? Они есть разные, да, есть большие банки, есть маленькие, но для клиента это не имеет никакого значения, тут главное цифры, и даже там скажу, не обязательно даже цифры, цифры важны, естественно, сколько это все стоит и так далее, но еще важно понимание, что ты, да, можешь получить ипотеку. Очень часто люди, то есть у нас большое количество людей, которые приходят от Чейса или от Восфарга или от каких-то больших банков, им отказали по причине, мы не можем понять, у них все хорошо. То есть мы смотрим, там нет проблем, просто огромная машина работает, и что-то шаг в право, шаг в лево, расстрел, они отказали, по какой-то причине мы можем разобраться. Поэтому опыт с годами, который человек получает, вот в этом есть как бы прелесть агента, того же real estate или нашего агента, который с опытом может тебе объяснить, и ты можешь поговорить со мной 10 минут, и мы тебе расскажем конкретно, что, куда тебе нужно сделать, что показывать, что не показывать, какая лучше тебе выгодные условия или нет. Поэтому вот это основная работа в моргиджинг-броке. Саш, скажи вообще, почему люди должны обращать внимание на ипотеку? В США очень распространен миф, возможно, ты его сейчас рассеешь, о том, что очень дорого брать ипотеку, налоги бесконечные, платеж огромный, и первый взнос тоже космических денег стоит, поэтому легче всю жизнь рентовать, что, собственно, многие и делают здесь, даже местные американцы рентуют бесконечно. Да, хороший вопрос, часто задаваемый, то есть на самом деле больше бенефитов покупать недвижимость, чем арендовать. Аренда идет вверх, как мы все знаем, и она не будет заканчиваться, вниз она не пойдет, особенно с этой инфляцией. Если вы не живете в LA, где есть рент-контроль, где лендлорды не могут повышать сильно недвижимость, то в других местах она будет повышаться и уже повышается. Человек, который платит примерно 3 тысячи долларов аренды сегодня, это 36 тысяч долларов в год, это 180 тысяч долларов за 5 лет человек оплатил чью-то ипотеку. Потому что у лендлорда, который сдает ему эту недвижимость, есть ипотека, за которую платит человек. Как говорится, в Америке за ипотеку платят все только или за свою, или за чужую. Ну да, люди многие покупают для того, чтобы пересдавать, за них платил какой-то человек, кто будет чуть-чуть. Да, поэтому в долгую аренда никогда не выгодна. Вы просто оплачиваете чужие долги и ваше, как бы скажем так, богатство не повышается. То есть человек, который купил недвижимость в любом маркете, если у него есть это возможность, да, конечно, есть куча факторов, на которые нужно попасть, чтобы тебе выдали ипотеку. Мы можем проговорить про разные программы. Конечно, да. Но человек, который арендует 10 лет, и человек, который купил, и 10 лет прошло, если мы возьмем этих двух людей, сравним через 10 лет, то огромная разница будет. Человек, который арендовал 10 лет, он уплатил образно больше 300-400, я даже не знаю, какие цифры, но огромные цифры. Человек просто об этом не считает, им кажется, 2-3 тысячи долларов, вроде я плачу, и все хорошо. Человек, который купил недвижимость, он 10 лет выплачивал, его баланс шел вниз, а его стоимость шла вверх, в каком бы ни было маркете. Сейчас люди говорят, что-то будет происходить, неважно, она сегодня, в прошлом году правоты выросли на 20%, в этом году они планируют вырасти на 5%, ну, такие прогнозы. Но она все равно растет, это не падает вниз, как людям кажется. Поэтому выгодно в любом случае, но то, что ты говоришь за налоги, да, налог есть, от него никуда не уйдешь, но так в Америке все устроено, что даже если ты за наличные покупаешь недвижимость, ты будешь платить налог. Но этот налог списывается на ваших таксах, когда человек платит в конце ARS деньги, то интерес за ипотеку, таксы, иншурансы и так далее, они списываются. То есть, если человек должен был уплатить какую-то сумму денег в ARS в конце года, он уплатит ее меньше, если у него есть недвижимость. Поэтому бенефитов больше, чем минусов в покупке недвижимости. Когда, если смотри, люди начинают узнавать о недвижимости, понимают, что нужно внести какой-то первый взнос. Особенно, если ребята приехали недавно, даже если у них есть деньги, например, они продали свою недвижимость в России, Украине, Беларуси, неважно. Для них сумма страшная, потому что называют суммой, там, и 10 тысяч долларов, да, нужно иметь на первый взнос. Давай остановимся, наверное, на тех лонах, на которые могут претендовать и туристы, и иммигранты, и резиденты. Я понимаю, что очень много, но пройдемся по основным. Давай парочку затронем их, потому что они все немножко отличаются. В каком смысле? Если банк смотрит так, у тебя должно быть, если ты, скажем, человек, который живет в Америке, он работает, у него есть заработок. Банк хочет, чтобы ты два года работал на работе, был два года в Америке, имел два года кредитную историю. То есть по два года. Это такое стандартное правило. Есть некоторые отличия, но чтобы не сильно путать зрителей, мы просто говорим про обычную вещь. Если человек работает, у него есть стабильная работа, он может показать на бумаге, сколько он зарабатывает, он может купить недвижимость без первого взноса вообще. То есть есть программы, где ноль первого взноса, государственные программы, которые позволяют человеку купить недвижимость. На лезвие пока нет грин карты, я просто есть word permit, social, да, и кредиты. Да, вообще грин карта не нужна для получения ипотеки. Главное, что ты был, если человек два года в Америке, он, значит, легальный статус какой-то имеет, по политике не важно. У него есть work authorization, но все, что не правильно. Поэтому это важная вещь, но нужно достаточно зарабатывать, чтобы показать. То есть для банка, естественно, риска больше, когда он выдает ипотеку без первого взноса. Он хочет видеть, что человек может показать на бумаге, что он может платить за эту недвижимость. То есть как бы это вот, скажем, один вариант. Если у человека нет работы, он турист, он просто визу имеет в Америку, то есть нет вообще никакого статуса легального. Или он приехал год назад, или он уже 10 лет здесь живет, но у него нет работы, он, к примеру, работает сам на себя и списывает все... То есть приходит к бухгалтеру и в ноле ему ничего не заработает. На самом деле он зарабатывает, просто не показывает на бумаге. Для этих людей есть программы, которые не нужно показывать, что ты зарабатываешь, чем занимаешься, но они хотят больше первого взноса. То есть здесь, как бы, опять же, банк свои риски смотрит. Оценивает. Когда человека нету образа, не может показать, сколько он зарабатывает, но у него есть хороший дом пеймин. То они ему дадут ипотеку под эту. То есть там мы говорим, 20-25% надо первого взноса давать. Блин, прикольный тот вариант, на самом деле. Первый, я даже не слышала в России, например, чтобы был низкий даун пеймин, нулевой даун пеймин, и все равно ты какую-то часть суммы вносишь. Даже люди копят на ипотеку в России несколько лет, чтобы ее взять. А здесь ты можешь хотя бы по нулям иметь, но иметь стабильный доход, например. Ну да, то есть есть образно. Человек работает на трак-драйвер. Да. Трак-драйверы зарабатывают деньги, а они, когда приходят к бухгалтеру, он не показывает. Скоро он на самом деле зарабатывает. У него там гроз его там образно 100 тысяч долларов, а в конце он списал там все разные вещи, экспенсы, и у него осталось 10. Он придет в банк, ему откажут. Говорит, недостаточно у тебя денег, не можешь получить. Есть ипотеки, которые большие банки не предлагают. Они такие же самые стабильные и нормальные, просто их там честь не предлагают. Где можно получить ипотеку, где он, скажем, выпуск от бухгалтера нужна. Или показать какие-то банковские стейтменты, его нужно показать, чтобы показать человеку, да, он реально зарабатывает, просто он на ВРС не показывает. Ему дадут взнос, просто ему нужно показать, то есть ему дадут ипотеку, ему нужен просто взнос какой-то первый, какой-то изначально. Ну, условно, если люди сюда сейчас переезжают, сейчас это очень актуально, многие продают все, что у них есть, и у них есть большая сумма денег, но они пока только приехали, на них ничего нет. Они могут тоже рассчитывать, если, например, они приезжают с семьей, и пока в поиске работали, только начали где-то работать, они могут это рассмотреть. Смотри, да, то есть тут такая смешная вещь, человек, который приехал турист, то есть у него все, что есть, только виза в Америку, ему иногда легче получить ипотеку, чем в том, который год назад приехал. Почему? Потому что, когда ты уже приехал, то у тебя уже легальный статус, ты должен все равно два года здесь пробыть, они все равно на любую программу, они хотят два года кредитной истории. То есть человек, который там образно выиграл гринкарту, приехал, у него есть деньги, у него все есть, но он вот, скажем, он еще не там, но он еще не здесь, он посередине, он, скажем, полгода в Америке, у него нет достаточно кредитной истории, ему будет тяжелее, можно сделать ипотеку, но ему будет немножко тяжелее, чем тот человек, который живет в СНГ, в страны СНГ, и хочет приобрести здесь недвижимость, как инвестицию, он просто может легально заезжать в Америку, ему можно сделать ипотеку, ему нужно 25% первого взноса. И они еще спрашивать не будут вообще. Им нужно просто показать, что у него есть паспорт страны, откуда он приехал, и виза в Америку. Человек, который приехал, скажем, год назад, у него есть первый взнос, ему можно будет сделать тоже ипотеку, но там есть некоторые нюансы, которые, скажем, ему нужно первого взноса немножко больше давать. А если он уже 2 года прожил в Америке, тогда есть программы, скажем, 5%, 3%, 10%, 20% и так далее. Ну или вообще без down payment, но нужно показать документы с таксами, где ты показываешь реально, сколько ты зарабатываешь. Поэтому программ множество, 90% про них не знают, многие агенты про них не знают, которые занимаются недвижимостью. То есть агент, он не финансист, он занимается продажей, он знает рынок, он знает недвижимость, где хорошие, где плохие, что почем. Но иногда человек обращается к агенту, говорит, у меня такая ситуация, я там, к примеру, мне нет работы, у меня есть первый взнос, и агент может его с ним не начать работать, потому что, говорит, ну, наверное, ты ипотеку не получишь, мне неинтересно с тобой работать. Поэтому мы тоже, как бы, пытаемся, скажем, донести до агентов, что первое, что человек должен сделать, это обратиться к брокеру, к любому, который, в какой бы вы городе находились, в штате, просто проговорите. Даже если вам сказали нет, спросите еще у кого-то, потому что банки отличаются, брокеры отличаются, кто-то, есть брокера, как мы, которые не делают этих программ. А в чем отличие, условно, у меня есть 100 тысяч долларов, мне банк, ну, у меня нет, например, здесь работы, да, двух лет, нет кредитной истории, мне банк отказывает. Но брокер мне говорит, что, вообще-то, есть другой банк, который согласен вам дать лон, но под такой процент. Вот в этом, да, получается разница? А какой процент, на какой процент могут рассчитывать люди, как раз в первом случае туристы, у которых есть деньги, и во втором иммигранты, которые как раз два года работают, у них есть просто какой-то стабильный доход? Есть какая-то вилка процента? То есть, опять же, все оценивается рисками. Если у человека есть работа, у него получат самый стандартный лон. Опять же, сегодня такой рынок, ставки очень быстро меняются, потому что, когда люди нас будут слушать, какой-то в сегодняшний момент или через месяц или два, оно может поизменить. Сегодня, скажем, 5% средняя ставка для обычного обывателя, скажем, человек, который... 5% годовых, это лон, который человек берет? Да. А если мы говорим для человека, который турист, у него будет процентная ставка за 7%. То есть, оно дороже, но, опять же, обычно люди, которые, если они туристы, ставка на ипотеку все равно намного выше, откуда они приехали с той стороны, поэтому 7% их не особо пугает. Но, опять-таки, они могут преподносировать, если они в течение года платят, например, исправно? Конечно. То, что многие люди, когда очень зациклены на сегодняшнем, например, проценте, моя логика такая, сегодня лучше купить недвижимость ее сегодня, чем ждать 2 года, пока процент улучшится, и купить ее потом. Потому что вы время потеряли 2 года, вы 2 года платили аренду, вы 2 года не выплачивали свою недвижимость, она все равно 2 года будет, хотя бы 5% просто будет, то есть вы потеряли в любом случае. Поэтому, дарить человек сегодня возьмет под 6% или под 5, под 7, неважно под какой процент, если он, естественно, может комфортно платить за него, и это то, что мы делаем, мы в первую очередь спрашиваем человека, какой твой комфортный пеймент, сколько ты можешь платить за ипотеку. То есть мы посчитаем и налоги, и иншуренс, и все остальное, чтобы человек понимал, не было потом сюрпризов, оказывается, он рассчитывал на 2 тысячи долларов платеж, а у него оказался 2,5. Поэтому мы еще говорим, мой платеж там 3 тысячи долларов. Мы говорим, значит, твой максимум, что ты должен искать, это там примерно 500 тысяч долларов в квартиру. Не выходи за это, у тебя будет все нормально. Поэтому процент можно перефинансировать в любом случае. Хорошо, если у него есть рабочий документ, например, work permit, он получил, не знаю, подавились на политику, получили work permit, через полгода я решил пойти. И вот это послушал 20 часов, получил лицензию, где мне дальше искать работу. Мне искать вот такого, такую компанию, как у вас, например, и стучаться к вам, нужен ли вам помощник. Ну, основная часть, то есть у нас все люди, которые у нас работают, они все начали таким образом. Никто не пришел, супер профессионал, который уже все знает. То есть мы тоже когда-то начинали с нуля, и оно вот так работает. То есть мы, к примеру, сейчас у нас постоянный найм, то есть мы ищем людей, которые подходят под нашу... Скажем, команду под нашу этику, как мы работаем, и если они, да, у них получается, мы их возьмем на работу. То есть как бы мы берем на тренинг вначале человека. Что это такое? Ну, мы его тренируем, смотрим. А, на тренинг, я посмотрела на трейдинге, я не поняла. Мы его учим, смотрим, обучаем, он проходит в наши классы, и мы можем человека взять на работу, на временную, пока посмотреть, у него получается или нет. Потому что эта индустрия не для всех. То есть это, знаешь, как услышал где-то, что можно зарабатывать миллионы, я пойду в эту, окунусь в эту индустрию. Ну, так и есть. То же самое, как, знаешь, там есть те же трейдеры, как мы говорим, или там стак брокеры. То есть это не для всех, не все могут это выдержать, это напряжение постоянно. Здесь тоже напряжения хватает, потому что от наших действий это зависит, человек купит недвижимость, и плюс завязано очень много людей в транзакции, агенты, там, ask for title. Поэтому это важно, иметь хорошее понимание того, что ты можешь сделать или нет. По сути, вот эта лицензия, это просто формальность, которую человек получает, в которую просто он может к вам заглянуть. Сколько обучение проходит, если ты так стучишься к брокеру, например, чтобы начать работать? Ну, я хочу сказать, что мы... Насколько оно всегда оплачиваемое? Вот мне почему-то кажется, что ты обучаешься пока свободно. У нас даже люди, которые приходят без лицензии, и мы их обучаем даже под лицензию, и потом они, мы видим, что у человека получается, мы даже помогаем ему сдать на лицензию, обучаем его до того, как он пойдет сдавать на лицензию. Он пока недоступен, скажем, клиентами разговаривать, но мы его обучаем здесь, что мы можем учить. Помогаем ему получить лицензию, если у него получается, он остается с нами и продолжать дальше. Поэтому это не какое-то супер вложение денежное сдать на лицензию, оно может стоить пару сот долларов. Нет, я имею в виду, если так ты без опыта и стучишься к вам, на какие деньги ты можешь рассчитывать? Или пока ты стажировку какую-то проходишь, практику? Пока ты стажировку проходишь, ты можешь получать... Нет, у нас там начитывается зарплата какая-то минимальная, потому что человек пока... Ну, то есть можно рассчитывать на какие-то деньги, пока ты обучаешься. Ну, понятно, человек... Ну, вообще, лучший способ приобрести себе клиентов и имя, пойти как раз в такую большую компанию и начать с вами работать, чем самому сразу начинать все что-то на пальцах учить. Ну, ты сам, в принципе, и не можешь пока начать, потому что тебе нужен брокер. То есть, да, ты можешь дать на брокерский лайсенс, там, через какое-то время, ну, и иметь real estate брокерский лайсенс. Нет, я вот именно про ипотечные вещи. Да, но я говорю, чтобы, если ты имеешь просто NMLS лайсенс, ты не можешь один работать без никого. Тебе нужен все равно вот этот брокер, который я говорил, с иметь real estate лайсенсом, чтобы по-другому работать. Но оно не особо, скажем, в нашей индустрии этот процесс ипотеки, он очень емкий, да, то есть там очень много движений происходит, который одному вначале ты, ну, я не вижу смысла никакого человеку это делать. Я не понимаю, что это не получится, но это тебе реально нужно иметь очень большой опыт, чтобы самому работать. Там очень много ответственности легальной и даже человеческой перед людьми, которым ты хочешь помочь. Поэтому у тебя есть отношения с агентами, у тебя есть отношения с разными банками и так далее, поэтому это не работает, там, за пять минут сдал на лицензию и побежал. То есть это интересная индустрия, но нужно ее осилить. А мы можем поговорить о деньгах? Я имею в виду, на чем вы зарабатываете, в чем ваш профит? Можешь поделиться этим и рассказать, на чем зарабатывают как раз агенты, то есть, да, я сейчас на минимальной ставке по работе, там, полгода включусь в процесс, а дальше на что я могу рассчитывать? Смотри, ну, как вообще в нашем бизнесе люди зарабатывают, как вообще, как компания, начнем с того, когда мы делаем апотеку, как я сказал, деньги зарабатываются в конце, когда уже ты ключи получил, человек уже въехал в недвижимость, то есть мы получаем в конце, если сделка сорвалась в последний момент, никто ничего не получает. То же самое, как и риласты, то есть мы очень связаны, я все время привожу обратно, риласты это агенты для нас, они не получают свою комиссию, мы не получаем свою комиссию. Обычно комиссия оплатится банком, то есть, когда мы сделали ипотеку, скажем, там, 5% ставка, ты купила недвижимость, мы получили, в конце, когда она закрылась, мы получили процент от банка. От стоимости это недвижимость получается? От стоимости лона. А, а заема, да? Да, конкретно сколько человек взял. Поэтому в каждом банке по-разному, то есть мы получаем, у нас есть с нами подписанные агрименты, сколько мы должны получать с каждой сделки. Мы это получаем, постепенно у нас есть. Ну, сколько примерно, можно же назвать, люди могут зарабатывать в этой профессии? Если ты говоришь про агенты. Если мы говорим в цифрах, то есть не в процентах, а в реальных деньгах, то человек, который после года полтора в бизнесе, если он себя нормально чувствует, он может за 100 тысяч зарабатывать. Это в год? Да. То есть, как бы… В целом это средний, мне кажется, такой заработок. Это средний заработок, если ты, скажем так, ты помнишь, что ты не имеешь никакого суперобразования, ты сдал 20 часов. И через полтора года уже в профессии, да. То есть адвокат после, сколько он не учится, 5 лет получает 60 тысяч долларов на первую ставку, когда он только начинает работать. Ну да, согласна. Это отличается. Но я сейчас говорю, кто-то может зарабатывать меньше, кто-то может быть и… Тут нет лимита, сколько ты можешь зарабатывать, я не хочу сказать там миллионеры сразу через год. Да, да, средний. Но 100 ты можешь, это твоя, скажем, такая средняя ставка, где ты можешь иметь. Если ты продюсер, то есть ты не просто… То есть ты постоянно разговариваешь с людьми, ты приносишь бизнес, ты пытаешься… Мы не хотим это называть продажей, то есть мы не продаем. Наш подход немножко другой, то есть мы хотим, поэтому мы 20 лет в бизнесе. То есть у нас, скажем, мы прошли кризис восьмого года, когда половина людей закрылась. Наш подход, это не просто как слова, да, но наш подход реально, если я не могу тебе помочь или тебе не выгодно, я тебе скажу, оно так как есть. Потому что ты завтра все равно ко мне вернешься, потому что я тебе честно, открыто сказал, что для тебя нужно или не нужно. Не для всех нужно купить ипотеку вот прямо сегодня, это что вот все берите. Вот может быть это ситуация, где оно тебе не нужно. И мы тебе об этом расскажем. То есть поэтому то, что у нас люди работают, мы их обучаем, чтобы это не то, что продажа. Иди продавай, продавай, продавай. Просто говори всем подряд, чтобы… Это для человека, которого реально ему это да, выгодно. Многим людям оно таки да, выгодно, просто многие люди не понимают. Я просто хочу для ребят заострить внимание, что если вы работаете в какой-то такой индустрии недвижимости в России и не понимаете, что здесь делать вам. Потому что вот открываешь, а тут все real estate и ты может быть побоишься. То классно, что вы предоставляете такую возможность прийти и попробовать себя. Потому что далеко не все готовы к себе впустить. Ну да, потому что обычно, почему в индустрии очень тяжело влезть, там скажем, влезть. Потому что, как ты сказала, как в real estate, приходит человек, ему сажают и встретишь в большую компанию, да? Ну большую я имею в виду, какая-то Nationwide, какая-то там, я не знаю, Racket Mortgage или какой-то большая есть Mortgage компания. А ты пришел, тебя посадили, говорят, все, звони, продавай, иди ищи, зарплату тебе не дают, вот тебе комиссия, ты заработаешь, покушаешь, не продашь, тогда заработаешь. Нет мотивации. Мотивация вроде есть, хочется, они хотят заработать, но нет возможности, он никого не знает, он не знает, как это работать, кому обратиться. А кому мой мурноки, я этот ипотечный или я real estate агент, кому мне рассказать об этом, кто ко мне купит, когда миллион еще других таких, как я. Поэтому многие люди, ему нужна стабильность, он должен зарабатывать, он идет на какую-то другую работу, которая вплоть этому обычную зарплату, но он как бы боится сюда зайти или нет у него возможности просто попасть. Потому что нет денег, он не зарабатывает вначале. Ну вот о чем и речь, нужно тогда иметь какой-то другой пассивный хотя бы доход или активный, неважно, но чтобы что-то другое тебя кормило. Ну да, но я говорю, мы немножко подходим к другому, мы даем человеку зарплату вначале, даем человеку, который еще ничего не понимает, но если мы в нем увидим потенциал, он может получать и зарплату, и дальше уже расти свою, скажем, клиентную базу. Правильно я понимаю, что сначала одобряется ипотека, а потом ищется уже под это отобрение жилье? Конечно. Почему так работает? Потому что когда человек приходит с агентом работать, агент первое, что спрашивает, он говорит, называется письмо преаппровал, то есть ты получил одобрение у банка, насколько тебя могут одобрить. То есть человек может не знать свои силы, он хочет искать дом за миллион долларов, где ему могут одобрить только 800 тысяч, и он просто будет время терять свое и агента. Поэтому агент в первую очередь спрашивает, покажи мне какое письмо преаппровал, они обычно нам звонят и спрашивают, на что человек может себе позволить, какая программа, какой у него первый взнос и так далее. Чтобы он понимал, какую недвижимость ему искать, какой его лимит, это квартира или это дом, таунхаус, разные варианты. Это несколько квартир в одном доме, где люди хотят покупать инвестиции. Поэтому первое, что нужно посмотреть, это оценить свои силы с банком, с брокером, с банком, не важно, где вам объяснят, насколько вы можете себе что позволить. Если человек не может сегодня позволить, у него нет достаточно первого взноса, у него нет работы. Ситуация, например, он сегодня не готов. Я все равно советую, спросите лучше сегодня, подготовьтесь за год, за два. Это долгий процесс. Не надо себя только зацикливать в том плане, что я поснимаю еще пять лет, а потом посмотрим. Снимайте дальше, но хотя бы поговорите сегодня, узнайте какие опции, как подготовить налоги, например, на следующий год. Нужно ли списывать больше или меньше? Чтобы показать потом эти налоги для ипотеки. Или, может быть, не нужно показывать налоги, а лучше показывать без налогов, чтобы не платить двое раз больше денег, а платить меньше, дать больше первого взноса этими деньгами. Есть много разных вариантов. Поэтому те даже люди, которые считают, что они не готовы, мы скажем, что вы не готовы, но как подготовиться к этому процессу покупки через какое-то время. Это может быть долгий процесс, как я сказал, но лучше готовиться заранее. А на что обращать вообще человеку внимание при выборе как раз ипотеки? Потому что, мне кажется, из-за того, что очень много программ, ну не просто же так, как много, да, могут быть какие-то подводные камни, на которые он может напороться и не увидеть их сразу, и там брокер, например, ему не объяснит. Может быть, что-то уточнять дополнительно? Ну, здесь как, брокер должен объяснить все подводные камни. Ну, предположим, вот не объяснил, да. Кто человеку самому спросить, прежде чем подписывать контракт? Ну, смотри, во-первых, нет контрактов в нашей индустрии, то есть нет ничего, что ты подписал, вот ты пришла ко мне, я говорю, я буду тебе делать ипотеку, ты со мной подписал какой-то контракт, ты должна работать со мной. Абсолютно нет, ты можешь отказаться от этого всей сделки до, пока ты, там, деньги не перевели в самом конце транзакции. Да, да, да. Поэтому, никто ничего не обязывает, нет никаких контрактов каких-то, к чему-то должна что-то делать. Ты хочешь, покупаешь, ты начала процесс, что-то тебе не понравилось, ты можешь уйти, то есть, как бы, нет никаких, там, пеналов, то есть, никаких, там, платить за это не нужно, скажем так. Поэтому, что спрашивать, сколько это стоит, какая у меня процентная ставка, ипотека у меня на 30 лет или на меньше лет? Могу ли я досрочно погасить, да? Да, можно ли досрочно погашать, то есть, ну, в принципе, сейчас можно, потому что нет уже этих правил, где нельзя. Когда-то давно они были, но такого, в принципе, понимания просто, сколько я буду платить за эту ипотеку, сколько мне будет стоить closing cost, то есть, сколько вообще вот с down payment, первым взносом это мне все будет обойдется, и какая это будет программа, то есть, ну, обычно в нашей индустрии брокера объясняют честно, как оно есть. Есть, конечно, люди, которые пытаются приукрасить, приукрасить какие-то вещи, но лучше говорить прямо человеку, как оно есть, и человек понимал свои силы, что он может. А когда ты, хорошо, вот тебя одобрили ипотеку, ты уже смотришь в своей ценовой категории квартиры и дома, насколько ты должен обращать внимание, ветхий дом, не ветхий, там течет крыша, как-то его проверять, потому что банк, может быть, посмотрит эту, ну, не одобрит эту конкретную квартиру, а ты уже столько усилий потратил изначально ее. Но ты думаешь, окей, я сейчас подрихтую, почишу, а банк может сказать, я не хочу вписываться в этот дом. Смотри, есть инспекция, которая заказывается, когда ты, это уже как бы сторона агентов, когда ты нашла, вы нашли недвижимость, вы заказываете инспекцию, которая приходит инспектор и делает инспекцию всей недвижимости. Это обязательный процесс? Нет, это, если ты хочешь, ты его заказываешь. То есть есть люди, которые, то есть он с руками, человек может сам починить, прапорти может быть старенькая, некрасивенькая. Главное, банк нас смотрит, чтобы там окна были целые, вода шла, не было дырок в стене. Это может быть старенький, очень убогий домик, но, или квартира. Главное, они не смотрят на красоту, они смотрят просто, чтобы это был, человек может завтра въехать и жить, то есть не было там, ветер не дул и там свет был, в таком плане. Поэтому почти никогда не бывает такого, что банк отказывает по причине этой. То есть, онлез там на самом деле ты пришел и там пол дома отвалилось, тогда банк тебе откажет, тебе не даст. Просто банк же должен смотреть на рентабельность. Если я вдруг перестану платить, уеду и брошу весь этот кредит, они будут что-то делать с этой недвижимостью, продавать. Им будет тяжелее продавать какой-то некачественный дом. Банк не в бизнесе забирания недвижимости, они в бизнесе получения с тебя пейментов. Поэтому они в первую очередь смотрят на тебя. То есть, они от тебя оценили твои бумаги, ты можешь платить, ты сегодня зарабатываешь определенное количество денег, они от этого отталкиваются. Когда, например, берешь кредит на машину, они смотрят какого года, как они потом могут съесть и порезать. Оно отличается абсолютно от финансирования машин и домов. То есть, банк оценивает, что приходит от банка, приходит оценщик, называется appraiser, который оценивает недвижимость и говорит, ты ее покупаешь за 500 тысяч, она стоит до 500 тысяч. Он ставит свой репорт, делает. Это банку дает, что да, это недвижимость то, что мы можем взять. То есть, я должна как клиент, как покупатель дома нанять лучше оценщика, который скажет, что действительно цена-качество того стоит, и предоставить реальную эту бумагу банку. Я должна нанять инспектора, если я хочу прожить в этом доме хотя бы несколько лет счастливо. И что я еще должна делать помимо? Нет, смотри, appraisal заказывается банком. То есть, это не тебе нужно, это банку нужно. А банк хочет посмотреть, что тут недвижимость, которую ты покупаешь, на самом деле стоит этих денег. А inspection, да, это твоя, если ты хочешь, ты заказываешь, не хочешь. То есть, многие люди не заказывают, они зашли в недвижимость, она выглядит нормально. А потом уже видят какие-то деньги. Но, опять же, это уже как бы, скажем, работа с агентом. Когда агент приводит, они решают, есть смысл потратить деньги или нет. Но оно не так сильно дорого стоит, там 300-400 долларов стоит инспекция. Поэтому для начала человеку от себя ничего не нужно каких-то сильно супер каких-то движений делать. Ему нужно первое получить при approval письмо, понять, что он может, на какую программу, или вообще он может сегодня получить что-то. Потом найти агента, который будет с ним работать. И это очень немаловажная вещь найти нормального порядочного агента, который будет защищать твои интересы. Потому что многие люди, как я сказал, недооценивают агентов. Они считают, я могу работать с двумя агентами сразу или с тремя ходить, а этот будет на меня работать и тот. Оно так не работает, потому что лучше иметь дело с одним человеком, с кем вы найдете общий язык. Он поймет, что вам нужно для вашей семьи, вы хотите сдавать в аренду, вы хотите жить с семьей, вам важно школа и так далее. Профессиональный агент это может сделать для вас и он посоветует какие-то еще репорты нужные. Иногда бывает нужен репорт, камин нужно проверить или пламинг проверить. То есть какие-то дополнительные репорты, которые агент может посоветовать это делать или нет. Но кроме этого больше от клиента ничего особого не требуется, какие-то вложения денежные. То есть да, он должен взять инспекшн и платить за проезд. Дальше это уже дело брокера, который будет, транзакция идет примерно месяц, где вот эти все бумажные дела заканчиваются и в конце человек получает ту ипотеку, которую ему выгодят. Саша, а вот если человек не может платить за эту недвижимость, он живет в ней с семьей, но что-то случилось, например, что происходит дальше? Если он купил недвижимость и перестал платить. Ну вот случилась какая-то ситуация неподвиденная, потерял работу, еще что-то, кто-то заболел, не дай бог, да? Но жить негде, кроме этого дома. Какая дальше работа с ним происходит? Может быть банк может дать отсрочку? Да, да. Банк может, так называемый modification, то есть человек, что-то случилось, как ты сказал, жизнь бывает разная. Конечно. Банк может понять, скажем, стать на твое место и понять, что да, мне нужна отсрочка полгода, я не могу платить, потому что что-то произошло. А это проходит некоторый процесс, который они должны одобрить, если они верят, что это на самом деле так, они могут сделать это. То есть в целом, в теории это возможно сделать? Да, да, то есть они не происходят такое, что ты пропустил платеж и тебя завтра пришли забрали, нет. Даже если ты просто вот вообще перестанешь платить, никому ничего звонить не будешь, просто уедешь куда-то, оставишь этот дом, они все равно занимают процесс где-то полгода, пока они могут реально забрать недвижимость. Но банк, опять же, не в интересах забирания недвижимости, они с этого не зарабатывают, то есть это они теряют, когда они забирают. Поэтому им выгоднее дать тебе возможность все-таки остаться и взять эту ипотеку, платить или продать недвижимость. То есть есть варианты, где они будут с тобой работать. То есть это должно быть, опять же, что-то такое экстренное. Просто сказать, я в этом месяце не могу платить, они дадут тебе late payment, у тебя испортится кредитная история и так далее. То есть лично к тебе они не могут ничего тебе сделать, но кредит могут попортить. А можем назвать среднюю цену дома в Лос-Анджелесе? Я понимаю, что районы отличаются и может быть дом за несколько миллионов долларов и дом за несколько тысяч долларов. Но хотя бы, если мы берем просто среднюю семью, двое детей, они хотят просто, например, 2-3 бедрума себе, бассейн и какой-то небольшой бэк-ярд. Но чтобы это не было в плохом районе, не было ветхое жилье и рядом с хорошими школами. Сложный очень вопрос, потому что на самом деле оно сильно отличается от разных, я бы сказал, от 750-800 тысяч и без лимит. То есть как бы, но наш клиент, как мы сейчас видим на маркете, 950 миллион, ну вот как-то так. Есть квартиры по миллиону, которые, ну, как бы, домик может быть, ну, кому-то просто нужен дом, кому-то нужна квартира. Кто-то готов пожить пока в небольшой квартире, пока просто, ну, войти в этот уже режим ownership, да, потом пожить 5 лет, планируют там разрастаться, семья будет и так далее, продадут или зададут в аренду, купят что-то другое недвижимость. Поэтому, ну, тяжело ответить прямо на вопрос, знаешь, как средней цены. Все равно 750, это уже, я просто думала, чуть-чуть дешевле можно. Ну, если мы говорим за LA, то есть если мы говорим, выходим за Лос-Анджелес, немножко отъехать, есть 650, 600, ну, вот как-то так. То есть они, ну, уже, как бы, опять, чем дальше мы уезжаем, тем дешевле. Да. Можно и за 400, наверное, найти дом, но это далековато будет. А какой, по-твоему, самый дешевый в плане недвижимости штат? Может быть, людям не принципиально в LA, Лос, только дорогое место в целом в Калифорнии, им просто принципиально переехать в Америку, они тогда будут отталкиваться от этих штатов и там уже искать. Ну, здесь, понимаешь, мне кажется, еще не только штат, стоимость самой цены, или ты себя там можешь найти в там штате, то есть чем ты будешь там заниматься, да, ну, как бы, мы, примерно, работаем в пяти штатах, это там Флорида, Техас, Вашингтон и Норс-Каролайн, ну, и Калифорния. То есть они абсолютно отличаются, мы сейчас профинансировали человека, который купил в Норс-Каролайне, хороший дом за 450 тысяч, то есть именно здесь бы такой дом стоил там полтора миллиона долларов минимум, ну, в три раза дешевле, и дом, ну, все классно. Техас, очень доступные цены, Флорида стала дорогая уже, там уже немножко, ну, спалят где, но... Потому что все-таки много людей приезжают туда, есть работа. Отсюда очень много уехало людей во Флорию, с ковидом произошло, все туда ринулись. А сегодня, ну, мы вот сейчас тоже делаем много разных там ипотек, ну, 500 тысяч долларов, это такой дом можно купить, но это уже не Майами, скажем так, это Тампа, где-то вот подальше. Но я больше как бы смотрю, в первую очередь, когда мы говорим о людях, которые хотят приехать, то есть чем они заняты, да, то есть какая их занятость. Если занятость какая-то, где они могут с любой точки мира работать, то Техас, Флорида, наверное, это такие популярные штаты, которые можно... Ну, да. То есть, ну, да. Жизнь есть, как бы, какое-то движение происходит. Плюс такое, как Техас и Флорида, они разрастаются. Там дешевые, там низкие налоги, недвижимость подешевле. Поэтому для многих людей это более такой приемлемый вариант. Но, если мы говорим за real estate в долгую, то Калифорния, пока еще никто не побил, Нью-Йорк, Калифорния, это такие штаты, где тут дороже, но для этого почему-то здесь дороже, потому что здесь мы лимитированы, больше не строятся недвижимости, поэтому почему цена растет, потому что нету нового, то есть здесь ничего не строится. А если что-то строится, то очень дорогое. То есть девелоперу, который строитель что-то строит, ему невыгодно строить квартиру за 500 тысяч долларов. Он хочет дом построить за 5 миллионов и продать. Поэтому, а в Техасе и во Флориде у них места больше, они могут разрастаться немножко дальше. Поэтому в долгую Калифорния все-таки будет побеждать, если мы говорим, заработка, не то что заработка, а повышение оцен на недвижимость. Ну а Флорида, мне кажется, тоже если она так разрастается, она может пойти по этому пути, да, вскоре все равно. Быстрее, чем. Я сейчас говорю за последние 50 лет. Да. Оно всегда, Калифорния, Лос-Анджелес, ну или какие-то большие города, Сан-Франциско, они, потому что они лимитированы в земле, цена на недвижимость не так, если что-то происходит с рынком, там больше падает, чем здесь. А на сколько вообще каждый год дорожает недвижимость примерно? Ну, как я сказал, на последние пару лет сумасшедший был бум, то есть как бы, но это не нормально, скажем так, это очень сильно повышали цены, ковид закончился, люди начали просто скупать недвижимость, не знаю, устали жить вместе и хотели разъединиться, но я бы сказал, сегодня прогнозы такие, что 5-6 процентов ежегодный, и это такой, скажем так, низкий, просто на протяжении последних, грубо говоря, с кризиса последнего года, 8-го года, ну, выросли, наверное, на 100% недвижимость. Но в этом прикольно, что ты покупаешь, да ты платишь ипотеку, но ты можешь потом продать это жилье, и вот эти проценты перекрыть, получается, тем, что вырастет цена на долг. Так, в принципе, многие люди, которые начинают в релостейте что-то делать, инвестировать, это люди, которые начали ни с чем, то есть я, пример, куча моих друзей, с которыми мы общаемся, которые, они, может быть, не так сильно, как в самом релостейте работают, но у них есть недвижимость, они все начинали с простого, не было денег, никто, никто-то приехал, я с Украины приехал, не привез там кучу денег, да, то есть мы приехали очень, как все эмигранты, не было ни у кого какой-то 200 тысяч долларов сразу дать, иначе что-то делать. Покупается недвижимость с минимальным первым взносом, какой можно, ты в ней живешь какое-то время, но я говорю, ну это долгий процесс, пока ты выплачиваешь ее вниз, валю идет вверх, постепенно ты можешь вынять деньги из-под недвижимости, то есть ты можешь делать перефинансирование, вынимать деньги из-под недвижимости, с этими деньгами ты покупаешь следующую недвижимость и так далее. Таким образом твое портфолио растет. Опять же говорю, это должна быть задача у человека, он хочет это делать. У кого-то задача просто иметь ипотеку, выплатить ее и жить там без ипотеки. У кого-то наоборот, ипотека, она позволяет тебе крутить деньгами этими портфолио, как я стал развивать. Саша, спасибо большое за то, что ты рассказал очень много об ипотеках. Я надеюсь, что у ребят, у которых не было никакого понимания или минимальное, как-то появилось всего больше. И если вы реально рассматриваете возможность работать в этой индустрии, пожалуйста, все контакты будут оставлены под этим видео, пишите. Мне кажется, ребята очень открыты. И, конечно, подписывайтесь на этот прекрасный канал, на мой телеграм-канал. И на все ссылки, которые я оставлю Александра. Он очень открыт к новым людям. Все, спасибо. Пока-пока.